Раз-раз-раз-раз, как меня видно, слышно. Приветствую вас. Очередной подкаст. Поехали. Сегодня поговорим про ролики, про всякие новости, нюансы. Будет интересно, не переключайтесь. Самый частый вопрос, который мне задают, почему я снимаю вертикально, а не горизонтально. Все банально. Я делаю потом шорты с этих роликов и выкладываю их в отдельные вкладки. Обязательно проверь на канале вкладку шортс. У меня там уже почти 50 роликов и еще где-то 20 загружено. Кстати, я открыл телеграм-канал. Там выкладываю все новости, все самое интересное. Life in Russia 816. А ты подписался? Подпишись, не пусть Васей. А если ты Вася, все равно подпишись. Всем рад. Life in Russia 816. Ссылка будет в описании. Такой вопрос мне задали одно время. А ты бы закрыл свой канал? Ну, за сколько? Вот. Понятно, что это вопрос денег. Я бы считаю где-то, ну, миллионов 15. Да ладно? Да ладно? Ля ты крыса, а! Гублей, и я закрываю канал, и больше никогда не выкладываю ролики. Почему такая сумма? Купил бы квартиру себе и жил бы довольный. У меня на канале есть обзор. Называется ТЧК. Это кофейня была одной из самых первых. С той, с которой я познакомился для Петербурга. Там было невероятно. Крутая выпечка авторская. Действительно вкусная. Каннелия, вишневый пирог. Кофе, который заваривают. Несколько видов. Профессионалы-баристы, которые все рассказали. Если честно, я был в восторге. До сих пор в моем сердечке. Эта кофейня занимает особое место. Обзоры ее на канале. Но если вы хотите, я могу сделать переобзор. Только дайте знать. Одно из таких мест интересных, которое мне нравится. Я смотрю, как оно развивается. Это 89-56 заведение известного блогера. Я еще помню, на Жуковского приходил туда раза 2-3. Потом оно переехало на улицу Марата. Но я за ним слежу. За этим заведением смотрю, как они прибавляют. Очень интересное. У меня есть обзор на него. Там уже больше тысячи просмотров даже. Рекомендую вам подойти, посмотреть. Интересное заведение. Там как раз я модель снимал. Наемную. Представьте себе, был такой у меня период. Вот, кстати говоря, про модель. В разное время сотрудничал с разными людьми. С кем-то встречался. С кем-то просто общался. Кто-то просто помогал. Были у меня операторы различные. Девушки, подруги. Кто-то был рукожопом. Кто-то был хорошо. Кто-то хорошо снимал. И мне понравилось. И вот как раз модель, которая за денежку снималась в моих роликах. В целях безопасности не буду говорить ее имя. Она на канале у меня есть. Как раз вот 89.56. Она там снималась. Забавный опыт. В итоге пришел к тому, что все-таки снимаюсь в большей степени я. Если уж мы говорим про операторов и кривые съемки. Есть у меня один ролик. На улице Черняховского снимали оптимист. Там как раз классический пример того, когда человек не совсем компетентный. Не буду говорить про имена и фамилии. Но просто оставил себе как напоминание про то, как можно криво снимать. И я запомнил это на всю жизнь. Что если приглашать, то только хороших профессиональных людей, которые в этом разбираются. Ну или по крайней мере у кого есть понимание, как правильно снимать и как правильно ставить и видеть кадр. Это важно. Хотя мелочи вроде кажутся, но нифига не мелочь. Есть очень много интересных заведений, мыслей у меня, что воплотить. Конечно же в ближайшее время буду это воплощать. Потому что мотивации прибавилось в 8 раз. Почему в 8? Потому что раньше было 200 подписчиков. Я еще помню, как 210 подписчика сам подписывал девчонку. Мария, по-моему, звали ее. На обзоре самых дешевых пышек. Не поверите, вот лично к себе людей подписываю на канал, участвую в их сториз. Знаменитость, епта. Ой, дебил. А теперь уже 1600 нас, бравых улиточек. Ух, мощь! Спасибо вам, спасибо каждому, кто подписался. И ты будь милый, добрый человек. Подпишись тоже, ну не будь редиской. Планы, какие интересные заведения разные, шавермы, вкусные, невкусные, какие-нибудь, может, трэш-обзоры. Конечно же, куча заведений, которые реально просто переворачивают ваше сознание. Я могу назвать несколько из них, которые хотел бы снять. Конечно же, это Фрэнк Байбаста. Знаменитая сетка. Это от знаменитого Басты, певец. У него невероятные легендарные ребрышки. Разные виды, разные соусы к ним. Также есть заведения, которые просто наполняют тебя атмосферой эпатажа, дороговизны, роскоши. Заведения, которые, ну, придя в которые, ты не будешь, конечно, каждый день там кушать, но придя в которые, ты почувствуешь себя фешенебельным аристократом. Возможно, кому-то и это будет интересно. Например, заведение ГАЦ. Боги переводятся. Эклипс. Это тоже ресторан почти Мишленовской кухни. В центре города, на Невском, с Малой морской или Большой морской проспекте, в центре, в центре прям, есть такое заведение Minerals. Очень сильная у них барная стойка и вообще очень фешенебельная. Я бы его с удовольствием хотел снять, если доживу, конечно, до этого, потому что там довольно дорого. Просто зайти туда хотя бы пару-тройку коктейлей или что-то заказать, это минимум, ну, там, 3-5 тысяч. Конечно же, тема бургеров не раскрыта на моем канале, хотя бургеры имеют место быть. Му-му есть такое заведение в городе. Одни из топовых бургеров, особенно швейцарский, мой самый любимый там. Это когда в бургер чуть-чуть арахисовой пасты добавляют, представьте себе. Ну и много-много заведений. Конечно же, будем стараться двигаться, развиваться. Всякие забавные обзоры, смешные, серьезные, все будет. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки ваши царские. Не забудьте про мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. Здесь везде летает, как он выглядит, куда заходить. Будем рады. Пожалуйста. Продолжение следует...